МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день сотни спортсменов из разных уголков страны собираются на Красной площади столицы для массовой тренировки боксеров, которые проводят чемпионы по боксу. Подобные мероприятия проходят и в других российских городах при непосредственном участии Федерации бокса России и собирают тысячи зрителей. А что нового произошло в регионе, смотрите прямо сейчас. Надо делать что-то такое конкретное, чем вас их устроило. В администрации Десногорска состоялась очередная встреча Андрея Шубина с представителями ТОСа «Пятый квартал». Целью нашей акции является оказание поддержки нуждающимся семьям, тем, кто оказался в трудном материальном положении. Вместе соберем ребенка в школу. В Десногорске пройдет благотворительная акция «Скрепка». В Смоленской области выявлены нарушения миграционного законодательства. Смоляне жалуются на нашествие блох в своих квартирах. Так, в четырехэтажном доме в центре Смоленска постоянно затапливает подвал, из-за чего жильцам приходится защищаться от нападения кровососущих насекомых. Подвал дома 27 по улице Твардовского в результате постоянных затоплений весь порос опасным грибком. Много лет смоляне терпели сырость и потопы, и в этом году им приходится мириться с соседством насекомых. Проблему жильцы надеялись решить с помощью капитального ремонта, который начался в доме. Но рабочие вместо подвала почему-то занялись фасадом. И пока капремонт не начнется с самого источника проблемы, жильцам придется терпеть сырость и периодически протравливать кровососов. Как пояснили в управляющей компании, постоянные затопления в подвале вызваны чрезмерной нагрузкой на канализационную систему дома. К ней подключено большое количество зданий. А сырость появилась из-за того, что часть подвальных продухов заложена. На прошлой неделе глава Десногорска в очередной раз обсудил деятельность инициативной группы территориального общественного самоуправления «Пятый квартал». Он выслушал все инициативы представителей ТОСа и дал им ряд значимых рекомендаций. Подробности в сюжете. Основной задачей территориального общественного самоуправления является благоустройство места проживания и развитие инфраструктуры. Для этой цели ТОС вправе создавать объекты коммунально-бытового и социально-культурного назначения. ТОС разрабатывает проекты планов и программы развития соответствующей территории. Поэтому накануне состоявшейся встречи представители ТОСа «Пятый квартал» совместно с Андреем Шубиным осмотрели дорогу, пешеходный переход, оценили состояние дренажной системы и проверили освещение в пятом микрорайоне. После чего на совещание администрация пообещала ТОСу помочь со всей необходимой документацией для реализации значимых для них проектов. У управленцев большие планы. Например, ремонт дорожного полотна и пешеходных дорожек, установка детских площадок и многое другое. Давайте будем определяться с вашими приоритетами. Как вот вы скажете, так, соответственно, и будет. Моя задача только подсказать, направить и помочь мне. Но, как известно, большие проекты начинаются с малого. Поэтому на встрече присутствующие приняли решение начать благоустройство территории с пешеходной дорожки. На 100 метров пешеходки необходимо выделить 280 тысяч рублей. Вся необходимая документация по данному проекту будет подготовлена и направлена в столицу для окончательного утверждения. В настоящее время представители ТОСа должны подготовить смету будущей пешеходной дорожки и выбрать подрядную организацию. Виолита Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Деснат-ТВ. Десятилетняя смолянка стала лучшей в восточных танцах. Анна Девяткина – чемпионка мира в весьма нестандартном виде спорта. В восточном танце более десяти стилей, и всеми девочка владеет в совершенстве. Гибкая и грациозная танцовщица всего за четыре года добилась больших результатов. В ее репертуаре уже 15 танцев, а это весомое достижение. На международных соревнованиях, которые проходили в Кипре, Анна завоевала семь первых мест и вернулась в родной Смоленск с кубком, о котором мечтала. Всего в копилке у юной танцовщицы более трехсот наград, 240 медалей по восточным танцам и многочисленные короны. Девочка еще не определилась, кем хочет стать в будущем, поэтому кроме танцев Аня пробует себя в гимнастике, плавании, модельной школе. С 15 августа по 15 сентября в городе будет проходить благотворительная акция «Скрепка» по сбору школьных принадлежностей и канцелярских товаров для многодетных и малообеспеченных семей. Также часть собранных вещей будет направлена в Якимевческую среднюю школу-интернат и Десногорский центр социальной помощи семье и детям «Солнышко». Подробности акции в сюжете. Организаторами благотворительной акции являются волонтерский штаб города Десногорска, Центр культуры и молодежной политики, Совет ветеранов Смоленской атомной электростанции. Считается, что спонсорами добрых дел могут быть только богатые люди. Но это не так. Каждый человек может внести посильный вклад в решение социально значимых задач, стоящих перед обществом. Благотворительная акция «Скрепка» направлена на оказание реальной помощи тем, кто оказался в трудном материальном положении. Акция стартует 15 августа. Ее основная задача – помочь собрать десногорских детей в школу и обеспечить их всем необходимым для знаний. «Хочется призвать горожан принять участие в нашей акции. Это очень важно, чтобы люди не проходили мимо социальных проблем, а помогали их решать. Давайте соберем в школу детей вместе». Например, воспитанники Центра социальной помощи семье и детям «Солнышко» занимаются искусством и творчеством даже летом. Инструктор по труду проводит с воспитанниками мастер-классы. Дети самостоятельно рисуют и вырезают декорации для своих выступлений, делают оригинальные аппликации, украшают предметы интерьера. «По процессе всегда нам требуются краски, карандаши, клей, ножницы, цветная бумага, салфетки различные мы покупаем или нам дарят для наших мероприятий». Подарить детям можно любые школьные принадлежности – тетради, карандаши, ручки, краски, цветную бумагу. Все собранные школьные принадлежности и канцелярские товары будут розданы остро нуждающимся семьям с детьми. Списки таких семей волонтёрскому движению предоставит городской социальный фонд. Остаться в стороне от чужих проблем или принять участие в акции «Скрепка» – личное дело каждого. Всех желающих поделиться с детьми не только добром, но и конкретными вещами ждут в бывшем доме детского творчества. «Приём вещей будет проводиться в Центре культуры и молодёжной политики по адресу 6-й микрорайон, пристройка к 408-му дому». Даты проведения благотворительной акции – с 15 августа по 15 сентября 2019 года. Виолита Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Деснатовая. В Смоленском музее «Хмелита» открылась выставка, посвящённая писателю Михаилу Булгакову. На экспозиции представлено мало книг и много медицинских инструментов. И это неудивительно. В Смоленской губернии Булгаков работал с земским врачом. Именно этот опыт вдохновил писателя на создание цикла рассказов «Записки юного врача». Воссозданный кабинет Михаила Булгакова совсем не похож на писательский. Именно так в начале 20 века выглядело рабочее место врача. В годы Первой мировой войны Михаил Булгаков был направлен в Смоленскую губернию земским доктором. Первым местом его работы стала больница в Сычевском уезде. На выставке представлены и старинные линзы для проверки остроты зрения, и портативная лаборатория. На стенах и в витринах справочники, фотографии и эскизы, иллюстрирующие работу земского доктора. Особое место в «Хмелите» отведено первому изданию Булгакова «Записки юного врача». Увидеть его, а также другие экспонаты выставки, посвященные Михаилу Булгакову, гости музея «Хмелита» могут до конца сентября. На территории Вяземского района полицейские совместно с управлением ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд по выявлению нелегалов. Подробности в сюжете. Смоленщина наравне с другими регионами пользуется вниманием у иностранных граждан. Но пребывание и работа на территории Российской Федерации требует соблюдения ряда законов. И далеко не все эти законы соблюдают. Не допустить нарушения законодательства был призван совместный рейд сотрудников силовых и миграционных структур. Вы здесь на работе проживаете? Я живу вообще в Ленинграде. В течение 20 лет, в Ленинграде пожилка. Отписано, всё как положено. Всё хорошо. Были обнаружены два человека, у которых закончился срок пребывания на территории страны. Судом принято решение об их депортации. Кроме этого, в одном из кафе города Вязьма работал иностранный гражданин, не имеющий разрешения на работу. Протокол составлен как на нарушителя, так и на кафе. Деятельность организации приостановлена на 30 суток. Также установлен факт поддельной регистрации. По указанному адресу места жительства в деревне Вяземского района был обнаружен разрушенный дом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вилета Ефименко, Светлана Разганова, Деснат В. Динамику цен за июнь обнародовал Смоленск-Стат. На Смоленщине продовольственные товары подорожали почти на 1,5%. Непродовольственные товары – на 2%. Услуги выросли в цене на 2,7%. В июне цены снизились на овощи и мясную продукцию. А вот картофель вырос в цене за месяц более чем на 20%. Связано это с снижением импорта. Прогнозируется, что внутренние цены продолжат расти. Однако цены снизились на сахар на 6% и на яйца на 10%. В июне стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, составила 4521 рубль. В Смоленске продолжается первая волна зачисления в ВУЗы. И не везде для поступления нужны только результаты ЕГЭ. Несколько высших учебных заведений в регионе проводят дополнительные испытания. Одно из них – военная академия маршала Василевского. Она же одной из первой заканчивает набор студентов. С самого утра у здания академии большая очередь из желающих поступить в ВУЗ. Уже подано 900 заявок. В этом году конкурс составил 3 человека на место. Но для того, чтобы поступить, абитуриентам необходимо сдать нормативы по физподготовке и пройти профессионально психологический отбор. У каждого соискателя должно быть отличное здоровье. Медицинская комиссия проверяет даже зубы абитуриента. На счету каждое достижение абитуриента. В этом году среди будущих курсантов представители полсотни регионов России. В отличие от других ВУЗов, в военной академии не будет так называемой второй и третьей волны поступления. Уже в августе новоиспеченных курсантов ждет месячный курс молодого бойца и полевой выход. И коротко о погоде. 23 июля в Десногорске переменная облачность. Небольшой дождь, гроза. Температура днем до плюс 20 градусов тепла. Ночью плюс 17. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru А также в наших официальных группах, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин